Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня видео немножко необычного формата. Обычно я показываю вам какие-то законченные мастер-классы с готовыми изделиями, которые вы можете повторить при желании и возможности. Но сегодня я покажу вам скорее не готовые изделия, а результат моих экспериментов. Дело в том, что достаточно давно уже я хотела попробовать свои силы в работе с эпоксидной смолой. Меня, кстати, несколько раз спросили об этом в комментариях. И мне не хотелось сделать из эпоксидной смолы то, что в общем-то полно на ютюбе. Какие-то ювелирные украшения, резинарт и так далее. И кроме того, мне хотелось сделать что-то полезное и что-то для дома. Поэтому сегодня я буду пробовать сделать из эпоксидной смолы самодельные мебельные ручки. Смотрим! Я купила для своих опытов эпоксидную смолу и набрала разнообразных силиконовых форм. Для мебельных ручек нужно крепление. В этом качестве я буду использовать маленькие деревянные ручки, самые дешевые готовые ручки, что нашлись в Леруа, и наиболее бюджетный вариант мебельные винты. Чтобы утопить винты и ручки в эпоксидку на необходимую глубину, потребуется держатель. Я придумала взять две деревянные палочки. Между ними зажать крепеж и смотать края нитками. Палочки держат винт, либо небольшую ручку, достаточно крепко. Так что крепеж не болтается туда-сюда, а надежно зафиксирован. И кроме того, можно зажать его так в любом положении, как у самого основания, так и где-нибудь посередине, чтобы утопить потом в эпоксидку на необходимую глубину. Смешиваем эпоксидку по инструкции. Моя смола смешивается в пропорции на 100 частей смолы 30 частей отвердителя. Я взяла для работы ювелирные весы с точностью до сотой доли грамма. Покупала их на Алиэкспресс довольно давно. Ссылочку на похожие оставлю в описании. Чтобы все хорошо смешалось, рекомендую перелить смесь в другую емкость и еще раз перемешать, что я и сделала. Итак, эксперимент первый. Я решила сделать ручку-шарик с мхом внутри. Взяла стабилизированный мох и наклеила его на головку мебельного винта горячим клеем, чтобы получилась красивая кочечка. Кочечку я опустила вниз головой в круглую форму для пирожных и залила смолой. Моя смола застывает 36 часов. По прошествии этого времени вынимаем. Так как форма предназначена была не для эпоксидки, то шарик у меня получился матовый, но, кстати, очень приятный на ощупь. Я подшкурила край заливки, потому что он получился очень острый, и если оставить как есть, то за такую ручку будет некомфортно браться. Чтобы сделать теперь шарик прозрачным, его необходимо по-хорошему отполировать. Но у меня пока инструмента под это нет, так что я решила просто покрыть шарик еще одним тонким слоем эпоксидки. Ждать 36 часов не хотелось, и я решила попробовать развести обычный эпоксидный клей из строительного, который встает за 5 минут. Размазала эпоксидку по поверхности шарика и отправила сохнуть. Хочу предупредить, не пытайтесь повторить этот фокус с прозрачной эпоксидкой. Эта эпоксидка желтеет от ультрафиолета, то есть если на ваши ручки попадет прямое солнце. На этой ручке мох дает зеленовато-желтоватый оттенок, поэтому если даже поверхность чуть-чуть пожелтеет, ничего страшного не случится. Но если вам принципиально прозрачность и белый цвет, то не делайте так. Этот эксперимент удался у меня со второго раза. Первый мох, который я взяла, красил руки, и, видимо, поэтому среагировал с эпоксидкой. В результате на макушке шара получилось некрасивое, непрозрачное белесое пятно. Я попробовала другой мох, который не пачкает руки, и с ним все получилось как нужно. Поверхность получилась неровная, но в этом есть свой шарм. Ручка выглядит как будто сделанная из стекла вручную. Комху я питаю большую слабость, поэтому результат мне очень нравится. Вторую ручку я решила сделать с поталью. Налила немного смолы в молд и утопила в ней хлопья по талии, после чего оставила на сутки схватиться, чтобы слои не смешались. Для этой и следующей ручки я в качестве крепления взяла не винт, а простые мебельные ручки-шарики. На следующий день я развела новую порцию смолы и добавила туда черный непрозрачный краситель. Краситель купила той же фирмы, что и смола. Сколько добавлять не знала, так что капала по капельке до получения нужного цвета. Пахнут красители просто отвратительно, кстати. Надевайте обязательно респиратор. Заливаем прозрачную застывшую смолу черной и устанавливаем мебельную ручку-шарик. Эта ручка и в матовом варианте получилась красивая. Также подшлифовываю край, развожу 5-минутную эпоксидку и намазываю на шарик. И этот эксперимент тоже удался у меня только со второго раза. Первый раз я залила черную смолу сразу после прозрачной и цвета смешались, так что поталь почти не было видно. Думаю, дело в том, что моя смола совсем жидкая и долго застывает. На ней никак не получалось сделать красивые разводы, как я видела в роликах по резинарту. А может, разводы получаются только на поверхности, а не в глубине формы. Третий вариант. В той же круглой форме, самый простой из трех. Я добавила в смолу голубой прозрачный краситель. И утопила в форму хромированную ручку шарик. Достаем и подшлифовываем. Эта ручка тоже получилась красивой и матовой, но я хотела эффект леденца, так что тоже покрыла его смолой пятиминуткой. Здесь очень к месту оказалось, что мебельная ручка была хромированная. Она дала эффект переливающейся сердцевинке, и ручка действительно напоминает леденец. Можно сделать ее любого желаемого цвета. И янтарно-коричневую, и розовую, и нежно-зеленую. И, мне кажется, очень эффектно будут такие ручки смотреться на белой мебели. Эксперимент четвертый. Неудачный. Остатками голубой эпоксидки я залила форму для льда, имитирующую материки. Мне хотелось сделать на ручках белые разводы, как облачка. И я намешала смолу с белым непрозрачным красителем, а потом капнула понемногу в голубой. К сожалению, этот эксперимент оказался полным провалом. Белая смола осела на дно ровным слоем, и вместо разводов у меня получились белые ручки с голубой подложкой. Буду пробовать повторить этот вариант с более густой смолой. Эксперимент пятый. К этому времени у меня приехало несколько форм специально для эпоксидки, и я решила попробовать повторить ручки с омхом сразу в глянцевом исполнении. У меня было два варианта шарика. Один цельнокроенный. В него я запихала мох и залила прозрачной смолой практически доверху. Дала хорошо застыть, а потом долила до самого края и установила винт. Еще мне попались на Али вот такие очаровательные грибочки для эпоксидки, а не пластиковые. Наклеиваю грибочки на винт и по периметру подклеиваю стабилизированный мок, чтобы грибочки как будто росли из маховой подушки. Здесь у меня немножко другая форма. Она разъемная. И заложить в нее грибочки с омхом было очень легко. Дальше я залила нижнюю половинку прозрачной смолой и накрыла верхней, в которую вставлены грибы. Здесь меня ждал квест. Заливать смолу в такую форму очень неудобно. Я делала это шприцом и пролила много смолы мимо. И к тому же на ручке остался шов, в общем, вариант с цельнокроемым шариком мне понравился больше. Это были самые крупные шарики для эпоксидки, что я нашла на Алиэкспресс. Но ручки все равно получились очень и очень маленькие. Мне кажется, что это классный вариант для мелкого декора. Например, для шкатулок, чайных домиков, каких-то пимпочек на банке. Ну а для мебели все же лучше брать формы покрупнее. Для следующего эксперимента я добавила в смолу розовый краситель и взяла еще одну форму для эпоксидки в виде ограненного драгоценного камня. Маленькая мебельная ручка, которая нашлась у меня в закромах, идеально встала на форму. Кстати, для этого варианта хорошо было бы взять тоже хромированную или золотую ручку, чтобы отражала свет в глубине прозрачной эпоксидки. Но даже бронза потрясающе смотрится сквозь смолу. Можно было и не красить ее. Розовый цвет совсем не читается. Но зато ручка выглядит и правда как драгоценность. А вот на хроме, я думаю, цветная заливка будет хороша. Ручка тоже вышла совсем маленькая для небольших шкатулок, настольных комодиков или просто для декора. Одна из самых простых в исполнении и при этом одна из самых удачных на сегодня ручек, на мой взгляд. Для следующих ручек я взяла форму для льда в виде кофейных зерен. Одну половинку зерна я залила эпоксидкой, подкрашенной непрозрачным зеленоватым красителем. Забыла это отснять. И после застывания остальное залила смолой подкрашенным розовым прозрачным красителем. Одну из двух ручек я покрыла 5-минутной эпоксидкой. И затем в бороздку посередине вклеила золотую трубочку. Это фурнитура для бижутерии. И залила смолой еще сверху. Вторую ручку из этой партии я оставила матовой и также вклеила в бороздку золотую трубочку. Мне кажется, в матовом исполнении в этом случае ручка выглядит даже интереснее глянца. В эту бороздку можно вклеить еще подходящую деревянную палочку и потом сошлифовать вровень с поверхностью остальной ручки. Мне кажется, получится очень интересный эффект. С этой бороздкой еще подумываю, какие варианты придумать. Мне кажется, очень большой простор для творчества именно для этой формы получается. Вот такой результат моих экспериментов. Надеюсь, вам было интересно за ним наблюдать. Напишите, понравился ли вам подобный формат и повторять ли вот такие экспериментальные видео, а не какие-то готовые мастер-классы. Кроме того, мне было бы очень интересно услышать ваши идеи по тому, что можно сделать из эпоксидной смолы для дома. Не считая того же самого резинарта. Пишите мне все, что придумаете, а я попробую это реализовать. Ну и, конечно, если мои эксперименты окажутся успешными, то покажу все это вам. Если это видео вам понравилось, было для вас полезным, то мне будет очень приятно, если вы решите поддержать его большими пальчиками вверх и подпиской. Ну а на сегодня все. Всем пока!